всем привет значит после того как сбер разрешил устанавливать приложение на сбербокс на сбербокс топ мы поставим я поставил несколько приложений давайте посмотрим какие это приложения но во первых это лампа во вторых это мехом лампа я не буду открывать потому что банят меня на этом на ю тубе за не мехом выглядит так дело в том что это приложение для android tv не имеет китайского региона в магазине и поэтому сделали специально мод который имеет китайский регион то есть если вам нужен этот мод то пожалуйста пройдите по ссылке под видео там будет ссылка на наш телеграм-канал в котором выложены apk файлы там вообще все apk файлы которые я использую на своем сбербоксе топ ну то есть вы видите да все камеры работают четко все включается единственное что ну функционал здесь немножко уменьшим то есть вот допустим мы можем только включить и выключить что там еще можно посмотреть диодная лента которая сзади за телевизором работает вот так она выглядит то есть мы можем изменить только там светлая яркость и так далее и тому подобное больше ничего лампочка это обычно и есть цветная вот цветная цветная тоже видите как выглядит то есть все очень скудненько но тем не менее включать выключать можно то есть вот так вот выглядит датчики так они выглядят то есть но в общем то функциональное приложение я пользуюсь с удовольствием тем более на приставками бокс с я поставил его теперь на обоих сбербокс топах стоит то есть очень здорово очень прикольно также я поставил кинопоиски на поиск естественно для android tv поэтому работает корректно все четко никаких вопросов к нему нету единственное что хотелось бы сразу сказать все приложения основная масса приложений не обновляется то есть вам нужно следить за актуальной версии и и периодически скачивать и можно ну скажем так апгрейтить свое приложение только вручную но также существуют и другие приложения которые могут обновляться сами их пример я приведу сейчас допустим вив бокс это что-то типа лампы то есть вот так она выглядит и если новая версия появляется то всплывает окно обновите приложение и мы обновляем сбербокс топ без проблем это все делать все четко а также я поставил explore explore это ну скажем так файловый менеджер да то есть мы можем зайти в любую папку абсолютно в любую папку вашего приложения вашего сбербокса и можете изменить что-то допустим вот обратите внимание сейчас у меня в правом верхнем углу 32 гигабайта свободной памяти после того как вернее как только я поставил этот explorer то памяти у меня было все всего 700 мегабайт мне естественно пришлось зайти в моей программы посмотреть какие установлены системные я стараюсь не трогать все остальные ну можно без проблем удалять то есть допустим но батон макер я позже о нем скажу и здесь как вы видите у меня не осталось ни одной практически игры но даже мы можем смотрю шка удалить то есть мы можем просто нажать и удалить то есть мы можем ее без проблем удалить но освободим мы 13 мегабайт но основная масса конечно игры занималась здесь игры занимали порядка нам 2 гигабайт что ли также мы можем открыть папку системные здесь я особо вам не советую колупаться если вы конечно не знаете досконально он даже видите huawei каст какой-то плюс есть там то есть это именно скорее всего передача экрана на экрана с телефона на экран телевизора именно huawei ская технология задействована потому что гугловский не гугловской здесь нету ну вот вы видите да какие приложения можете не на не нравится вам youtube этот можете его удалить так я пробегусь просто какие есть прием